Осень за окошком, всюду жёлтый лист. Мокрые дорожки, слышим ветер свист. Пусть закрыта просень, в тишине утра. Мне не страшна осень, грустная пора. Я приду из школы, в дом уютный свой, ласковый и весёлый, чистый и весёлый, ласковый такой. Вечерком осеннем нет охоты спать, без нытья и лени можно почитать. Библию достану, положу на стол, и читать я стану радостный глагол. Вся в цветных картинках, чудо, красота. Моисей в корзинке, вот его сестра. То Египет древний, Нилы тростники, гордая царевна у родной реки. Как родного сына вырастет его, он идёт в пустыню, бросив всё добро. Царские богатства, славу и почёт, дорогие яства, всё, что мир даёт. Он с народом Божьим предпочёл идти, облегчить их ношу, в крае родной вести. Я листаю дальше. Вот и Гедеон, и Егова скажет, что вождём стал он. Одолел он много над врагом побед, милостью Бога спас народ от бед. Смысл во всём глубокий. Вот и Самуил, он вождём пророком у евреев был. Через две странички юноша Давид, милый, симпатичный, лев у ног лежит. Вот овечек стада, вифлеемский луг, там свирель отрадой наполняла слух. Друг Иоаннафана, царь, певец, пророк, рядом неустанно пребывал с ним Бог. Вот страдали Циофф, кроткий Божий раб, честный, справедливый, хоть и плотью слаб, допустил Создатель страшную болезнь, поражён проказой, был мгновенно весь. Дом сгорел, и дети умерли его, и в страдании этом было нелегко. Но он славил Бога в трудностях, скорбях, и во всех дорогах, и во всех делах.